Дорогие друзья, и еще каждую пятницу с 16 часов на Викулова 33-1 и с 19 на 8 марта 149 вы сможете встретиться с мастером Натальей Коротки, которая проводит рукодельные вечера. И она сегодня у нас в гостях. Наталья, доброе утро. Здравствуйте. Мы уже анонсировали нашим зрителям этот замечательный букет из конфет. Расскажите конкретно про него. Сколько килограммов сладостей ушло на его создание? Ну, я думаю, здесь ушло меньше, чем килограмм. Но, тем не менее, можно завернуть в такие замечательные цветы, любимые конфеты. Те конфеты, которые вы любите. Лично ваше мнение, как специалисты в этом вопросе, можно ли такой букет подарить и мужчине на 23 февраля? Я думаю, что да. Тогда давайте скорее учиться, как же делать такой букет в подарок. Что нам понадобится для создания такого букета? Для создания такого букета нам понадобится гофрированная бумага, нам понадобится флористическая проволока, инструменты, пленка, лента для окрепления, ну и, собственно, конфеты. Ну и, собственно, конфеты, которые любит ваш мужчина, между прочим. Так, ну и с чего тогда начинать, чтобы завернуть вот один такой замечательный цветочек, очень похожий на тюльпан? Да, я сейчас продемонстрирую, как делается такой цветок. Для этого мы берем флористическую проволоку, отрезаем тот кусочек, который нам необходим для изготовления одного цветка. Дальше готовим крепление. Для этого мы заворачиваем проволоку таким образом, чтобы у нас получилась лапка. Теперь мы отложили в сторону, взяли нашу конфету, взяли кусочек пленочки, так, положили конфету в пленку. А вот интересно, а конфета может быть без упаковки для леденец какой-то? Может быть, но это уже будет другой вариант. То есть на самом деле существует масса вариантов, я показываю один из них. Мы вкладываем нашу заготовочку для того, чтобы закрепить конфету на проволоке. Возьмем это с помощью ледки. Хорошо звучит. Положим конфету в лапку. В лапку. Мне. Так, и потом мы ее завязываем. Завязываем, да. При этом крючок у лапки остается свободным. А, крючок у лапки остается внутри вот этого пакетика. За счет этого конфета не деформируется. Во-первых, мы ее не портим, ее можно будет скушать. Во-вторых, она хорошо крепится. Ну, я так понимаю, вы давно уже практикуете такие конфетные букеты. Может быть, есть какие-то у вас наблюдения, какие конфеты лучше подходят для таких букетов. Может быть, форма имеет значение, может быть, цена в конце концов. Если брать крокусы или тюльпаны, то лучше брать пирамидальные формы конфеты пирамидской. То есть они довольно-таки крупные и очень хорошо помещаются в лепесточки. Так, что дальше? Сейчас я вам покажу, как изготовить лепестки для этой конфеты. Ну, вот у нас уже есть, я так понимаю, да, вот заготовочки. То есть как делать вот такой лепесточек, прямо сейчас узнаем у нас далее. Так, для этого я беру креповую бумагу. Бумага, кстати, красивая гофрированная. Очень красивая бумага. Какое-то другое можно пользоваться? Я думаю, нет. Потому что вот именно чаще всего используем для букетов из конфет именно такую бумагу. У нее есть прекрасное свойство. Она тянется, ей можно придать любую форму лепестка. Вот в настоящий момент мы будем придавать форму лепесткам, крокуса или тюльпана, кому как нравится. Я отрезала полоску, разделила ее на три части. Так, теперь мы будем сворачивать, собственно говоря, сам лепесточек. Складываем пополам для того, чтобы определить на середину. А мы с Максимом можем попробовать? Да, пожалуйста, возьмите. Я тоже хочу попробовать. А то вдруг не на 8 марта прибегут. Так, теперь мы отметили серединку и сворачиваем бантик. Раз и два. То есть мы проворачиваем на 360 градусов. Сверху. Так, хорошо. Теперь мы накладываем одну половинку на другую. Вот таким образом. Одну половинку на другую. И теперь пытаемся верхней части придать форму выпуклую. У меня получилось. Получилось, да, у вас? А у меня в проекте получилось. Замечательно, и у вас все хорошо. То есть придаем форму. Сейчас из этих лепестков мы соберем цветок. А сколько нужно лепесточков на один цветок? На один цветок нужно три лепестка. Ну вот как раз у нас три лепестка и получилось. Один от Максима, один от меня и от главного мастера сегодняшнего эфира. Так, ну что ж, теперь мы берем термоклей, делаем небольшую капельку. На пленочку опять-таки же мы это наносим, а не на конфету. Так, можно я за свою начну. Теперь я прикладываю таким образом, чтобы конфета оказалась у нас внутри этого лепестка. А скажите, термоклей обязателен? Вдруг не у всех хозяев есть он дома. Можно ли использовать какой-то ПВА, клей-момент в конце концов? Клей-момент можно использовать, но с ним очень проблематично. Вы знаете, что кожа рук от этого очень пустится. Клей ПВА он промокает, деформирует бумагу, краска остается на руках. Это тоже не очень-то приятно, поэтому я прошла разные стадии и пришла к тому, что термоклей – это самый удобный вариантик. А может быть, попробуем? Можно просто ниткой замотать? Может быть, просто замотать? Это очень некрасиво, когда вы дарите подарок. Все понятно. Должно быть в целях эстетики. В целях эстетики, да. Эстетично, Максим. Вот я в первый раз, если честно, использую термоклей, но попробую. И работать им очень приятно. Максим, специально для тебя вот такой вот подарочек. Готовим, увидишь, на 23 апреля. Цвет, между прочим, твоей рубашки. Я буду счастлив. Не уверена, конечно, что у меня получилось хорошо. Ничего страшного. Ну уж, как получилось? Хотите попробовать? Да. Пожалуйста. Обязательно так. Я тоже научусь. Скажите, а вообще мужчины к вам на мастер-классы такие приходят? Мужчины к нам не приходят. Ну, как вариант, почему бы не пригласить мужчин? Почему бы нет? Мужчины могут сделать подарок для дам. Так. И приклеить? Да, да, да. Приклеивать. Юлечка, я научусь и на 8 марта тебе тоже подарю такой подарок. Что 23 февраля заложишь в этот фонд подарков, то 8 марта ты и получишь. И получишь, да. Так, ну что ж, теперь мы закрепим наши лепесточки для того, чтобы цветок не развалился. Для этого мы берем полосочку зеленого цвета. Так, вот здесь мы лишнее отрежем. Нет, это мы не завяжем, мы также приклеим с помощью термопистолета. Ну как удобно стало жить, согласитесь? Всего лишь термоклей, всего лишь бумага. И такая замечательная красота у нас получается. Да, но самое главное еще фантазия и любовь, желание. Слушайте, а какие еще можно сделать цветы, вот если не тюльпаны? Я не знаю, розы, например, можно ли сделать из бумаги? Можно сделать розы, они прекрасно делаются, да, и очень красиво выглядят эти цветы. Нарциссы, ирисы, ромашки, клубнички. То есть, в принципе, можно сделать любой цветок. Была бы фантазия. Да, была бы фантазия. Нас с Максимом часто интересует себестоимость производимых у нас здесь на столе продуктов. Сколько может стоить производство такого замечательного букета? Ну и если мы будем брать столько материала, рублей 300, я так понимаю, не более. Рублей 300? Так это даже дешевле получается, чем обычный... Букет подарок. Да, 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 цветочный букет. А конфеты потом можно съесть? Конечно. Для того, чтобы съесть конфету, нужно сделать небольшой надрез пленочки, развернуть фантазию. Всего лишь от цветочек остается? А при этом, да, цветок у нас останется целым и невредимым. Ну что ж, у нас не так много времени остается на этот эфир. А теперь, да скажите до конца, как вот убрать сверху вот эти узелки, они специально остаются? Они же для красоты. Собственно говоря, узелки, они не портят вид, они придают некий шарм цветку. Вот если вы обратите внимание... А, вот оно в чем дело. То есть они правильно завязаны, и поэтому создается ощущение тюльпана закрытого. Да, да, да. Еле мы с тобой немножечко неправильно видели. Это страшно. Поэтому у нас ощущение закрытого тюльпана не удалось. Наталья, в среднем сколько таких цветов нужно сделать, ну, для вот даже такого букета? Для конкретного букета я использовала 15 цветов. А времени? А времени? Ну, скажем, для новичка понадобится часов в пять. Часов в пять? Друзья, часов в пять, и у вашей девушки есть такой шикарный букет. И не только у девушки, дорогие друзья, а девчонки, милые мои хорошие. 23 февраля не за горами. Подарки, вы же помните, самые лучшие те, что сделаны своими руками. Тем более, если выбрать конфеты, те, которые обожает ваш мужчина, и вы их завернете в такие замечательные цветы. Мы еще сделали и лепесточек нашему тюльпану. Лепесточек. Ну, вот видите, как все успели буквально за пять минуточек. Бежим, срочно бежим за гофрированной бумагой, за конфетами, за флористической проволокой. Инструменты есть. Друзья, не стесняйтесь дарить друг другу подарки. Ну, или в крайнем случае, приходите на мастер-класс к Наталье Коротких. Мы благодарим вас, Наталья. Спасибо большое, что научили нас создавать эти букеты. Наша программа сейчас продолжит события. Узнаем последние новости Свердловской области. Продолжение следует...